Тогда я немножечко озвучу, какая у нас будет структура вебинара, что зачем у нас будет происходить, и тогда мы, собственно, к нему и перейдем. Вначале традиционно мы поделимся последними новостями с Мальдивских островов, от Интур-Мальдивс, потом у нас будет прямое включение с острова от Натана, он нам покажет кусочек неявы, скажем так, этого замечательного курорта, чтобы мы смогли прочувствовать атмосферу острова. Потом Александра нам в деталях расскажет об самом непосредственно курорте, и в конце у нас будет викторина, и на викторине, как я уже сказала, будет возможность выиграть две ночи проживания, и в конце у нас также будет панель вопросов и ответов, то есть если у кого-то останутся вопросы, на которые мы в течение вебинара не ответили, либо не заметили, то, пожалуйста, пишите в чат, мы с радостью вам ответим. А сейчас мы перейдем к нашему следующей панели, это новости с Мальдивских островов. Коллеги, я тогда ненадолго выйду из эфира, чтобы у вас получше была видимость картинки, но до скорой встречи через несколько минут. Спасибо, Александра. Коллеги, позвольте мне вас приветствовать еще раз. Кто первый раз, возможно, на вебинаре, я хочу еще раз представиться. Меня зовут Кравченко Татьяна, я представляю компанию Intour Maldives, это принимающая компания на Мальдивах, и сегодня у нас наш очередной традиционный вебинар, который мы проводим вебинары дважды в месяц, и это завершающий вебинар в ноябре. Поставьте, пожалуйста, плюсики, хорошо ли меня видно и слышно. Вижу очень много знакомых коллег, партнеров, с кем общаемся практически каждый день, рада вас всех видеть. Спасибо, Александра, за плюсик. Коллеги, хорошо ли меня видно и слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Замечательно. Хорошо, тогда переходим к нашей панели, новости с Мальдивских островов. На самом деле, новостей за последние две недели не так уже много. И хочу с вами поделиться в первую очередь статистикой, которая радует, скажем так, на Мальдивах уже в который раз. Статистические данные у меня есть на 16 ноября. И, соответственно, общая статистика по Мальдивам, по приезду туристов на Мальдивы с 1 января 2020 года по 16 ноября составляет более чем 440 тысяч туристов. И непосредственно 57 350 туристов – это те туристы, которые посетили Мальдивы уже с момента их открытия, то есть 15 июля. Все мы знаем, что Мальдивы – это практически единственная страна в индийском бассейне, которая пускает туристов и гостей в свою страну только с негативным тестом по PCR, что сделало данное островное государство очень популярным не только в Восточной Европе и СНГ, но, в принципе, и во всем мире. Однако хочется отметить, что лидирует все-таки по количеству туристов на данный момент, которые посещают Мальдивы. Мальдивы – это все же Россия, и на данный момент количество, которое посетило граждан России и Мальдивы – это более 12 тысяч. Следующим у нас рынком, который посещает Мальдивы – это Арабские Эмираты, это UK, Англия, Великобритания, это Индия, Германия, Бразилия, Испания и, конечно же, в топ входит Украина. То есть это действительно топ рынки для Мальдив в этом году, и хочется отметить, что, возможно, в этот топ-10 ворвется еще одна страна, такая, как Казахстан, замечательный, потому что Казахстан запускает прямые регулярные рейсы, что мы уже неоднократно говорили на прошлых вебинарах, чартерные программы есть. И в связи с тем, что, скажем так, очень большой спрос на направление сейчас в Казахстане, буквально сегодня, вот перед началом вебинара, прочитала новости, что регулярные рейсы, которые должны были осуществляться из Казахстана на Мальдивы на аэробусе, аэробус был заменен на Боинг, потому что действительно огромный поток туристов, огромное количество желающих посетить страну, поэтому даже сменили борт. Хочется отметить, что действительно спрос очень большой, и на Новый год, на самом деле, есть уже курорты, которые уже фули-букт, потому что Мальдивы популярны, как я уже сказала, не только в Восточной Европе и СНГ, в принципе, во всем мире, поэтому действительно, если есть какие-то заявки на Новый год, то необходимо все-таки сейчас это все стараться реализовывать, и максимально проговаривать туристам, чтобы как можно быстрее, скажем так, принимали решение, потому как я чувствую, что к середине декабря опций останется совсем немного для бронирования на Мальдивах, что, в принципе, чудесно. Если вспомнить лето, да, когда все было закрыто, и как мы все переживали, что туризм находится на грани, скажем так, вымирания и так далее, то все-таки это замечательно, когда у нас есть так много работы. Статистика на 16 ноября мы продолжаем, рекорд был побит по посещению Мальдивы с открытия 15 ноября, за один день был райвал более чем 2000 туристов, вот, и с начала, собственно, месяца, да, с 1 ноября на Мальдивы заехало более 16 тысяч туристов, то есть, чтобы вы понимали, да, это, как это сказать, интерес, да, и спрос, который на самом деле на данный момент существует на Мальдивы, то есть, с 1 ноября по 16 более 16 тысяч туристов, то есть, это действительно, скажем так, хорошее количество, да, вот. И из таких последних новостей, которые я хотела с вами тоже поделиться, это, все мы знаем, что с 15 октября были открыты гестхаусы на Мальдивах, да, после, скажем так, введения карантина и пандемических мер, и с 17 ноября Министерство туризма дало разрешение открыть еще 91 гестхаус. Скажем так, нас, как Интура, это особо не касается, да, потому как мы в своем большинстве, конечно же, продаем больше курорты, вот, но это тоже важная новость, потому как я знаю, что есть чартерные программы и из России, и Анекс Тур, да, и из Украины есть чартерные программы, это, как бы, тоже очень хорошая, позитивная новость. Вот, в принципе, это все данные, которые я хотела с вами поделиться на сегодняшний день, как говорится, отсутствие новостей иногда это тоже хорошая новость, это значит, что на Мальдивах все спокойно, все потихонечку развивается, да, вот, я видела замечание от Елены Смирновой чуть раньше, да, что коллеги у нас иногда отвечают по 9 дней, и что нет ответа. На самом деле я хочу еще раз искренне извиниться за этот момент, вот, потому что действительно спрос очень высокий сейчас на данный момент на Мальдивы, и у нас огромное количество заявок, и несмотря на то, что у нас добавилось еще два русскоговорящих человека, то есть на данный момент у нас 4 русскоговорящих сотрудника, которые присутствуют помимо отдела резервации англоговорящего, да, у нас в день по 50, 60, 70 заявок на человека по просчетам, да, и это не только, скажем так, один курорт в заявке, а вы знаете, что когда вы отправляете заявку, это иногда 5 курортов, это иногда 4 курорта, это помимо бронирования, переносов, отмен каких-то last minute изменений в связи с ковидом, поэтому прошу отнестись с пониманием, все заявки в работе, они все будут в порядке очереди обработаны, поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения, мы все работаем в одной индустрии, вот, поэтому давайте, скажем так, жить дружно, вот, все заявочки обязательно будут обработаны, в любом случае, если действительно есть какая-то большая задержка, то вы всегда можете написать мне, и я со своей стороны постараюсь уточнить с отделом бронирования, в каком статусе она находится, вот, есть написано, по запросам я вам ответила только что, коллеги, по поводу запуска онлайна, да, он должен был быть у нас запущен еще в начале августа, но в связи с пандемией, скажем так, наша компания к айтишникам, которая должна была приехать из Индии, да, то есть онлайн программа, которой мы занимаемся, она разработана индийской компанией, но я думаю, что мы вернемся к этому вопросу в конце вебинара, я вижу, к нам подключился Натан. Hi, Натан! Hi! Hi! How are you guys? Very good, and you? Yeah, I am here in Drift Spa, here at Niyama. Hi, Натан, how are you? You're going to show us spa today, yes? Yeah, I'm at the spa, I'm going to walk through and show you guys where I'm at. Okay, thank you. Коллеги, Натан сейчас покажет spa на курорт Камьяма, то есть до пляжей, до пляжей, а сегодня у нас будет spa. Натан, thank you so much for joining us. You're my best colleague for webinars. Thank you, I appreciate it. Yes, thank you, Натан. You're very welcome, it's always nice. You give us some time, yeah. Yeah, here is our garden. Okay. And behind me over here is a sauna and steam room. And then we have our plunge pools of two different temperatures to use when you're done enjoying the sauna, back and forth. And then we have two pedicure and manicure pods. One behind me, the other one across the way. And then amongst the garden we have areas just to relax and enjoy. And as we come here here, we are now on our way to the treatment rooms. More lush garden. We have eight treatment rooms in total. Two garden view rooms and then six C-view treatment rooms. So I'm taking you right now to a C-view treatment room. One of our special ones where we offer some wellness treatments. Today we have a couple of friends that agreed to also appear. And they are getting vitamin therapy. So we've partnered with Beverly Hills Vitamin Therapy out of California. And these are very popular wellness treatments to treat all things like sunburn, weight loss, slimming, and just getting more vitamins in your daily life. So we're going to check that out now too. Here we are with our friends. Hello. Hello. So this is Deb. And she's getting a, which way do I... Hydration, hydration vitamin therapy. Hydration vitamin therapy. She just arrived the other day. And immunity tomorrow, I think. Immunity tomorrow. Yeah. And then I'll show you the view she has right now. Well, the tide's a little low, but she's out here looking at the ocean. Oh, wow. So beautiful. So it's a nice day in the Maldives. Very sunny. Yeah. Now we're on the beach. In the background we have our crescent. Yeah. So that's some of our spa. Walk back around this way. Yeah. Thank you, Nathan. That was great small voyage around the spa. You're very welcome. It's nice to see you guys. Yeah. Thank you, Nathan. Thank you for joining us. You're very welcome. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ну что ж, коллеги, по поводу нашей онлайн-системы, прежде чем передам слово Александре, быстренько расскажу. Из-за пандемии у нас произошла задержка небольшая, то есть были закрыты границы, и обычно там пришлось приехать только в августе. Соответственно, работа началась в августе по запуску онлайн-программы непосредственно в офисе. Запущена тестовая версия, вот, и в связи с большим наплывом, скажем так, запросов сейчас у нас все ресурсы брошены на обработку непосредственно запросов, да, вот, поэтому мы думаем, что онлайн-систему мы уже запустим после Нового года, потому как сейчас у нас действительно нет ресурсов заниматься ей, да, то есть даже Хамза, наш директор, скажем так, по продукту, он сейчас тоже занимается вашими запросами, поэтому я искренне извиняюсь еще раз за любую задержку, поверьте, мы стараемся отвечать всем очень быстро, вот, но работы действительно очень много, поэтому опять же хочу повторить, что если есть какая-то задержка, да, прям очень такая out of the normal, да, то есть чрезмерная, то, пожалуйста, пишите мне, то есть я со своей стороны буду проверять, на каком статусе находится ваш запрос и стараться, чтобы на него ответили как можно быстрее, вот, а сейчас я попрошу вернуться Александру, Сашенька, возвращайся к нам, передам ей слово по Нияме, да, по этому замечательному курорту, она сейчас с вами поделится информацией, и прошу вас внимательно слушать, потому что будет, в квизе будет 10 вопросов, вот, и кто первый ответит и на все вопросы правильно, тот и выиграет две ночи проживания в этом замечательном курорте. Я отключаюсь и увижусь с вами чуть позже, уже после презентации. Дорогие коллеги, еще раз здравствуйте. Я сейчас подключу нашу с вами презентацию по курорту Нияма, Private Islands, и как договорились, да, если будут возникать какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, мы с вами все обсудим, все любые моменты, как раз для этого мы и делаем вебинары, чтобы была возможность пообщаться. Курорт Нияма, Private Islands, хорошо вам наверняка знаком, один из курортов компании Майнер, достаточно большой группы, которая включает в себя не только отельные бренды, да, но и некоторые другие виды бизнеса, но отельные, конечно, наш зонтик, скажем так, один из самых важнейших в нашей компании. Рада представлять самые прекрасные отели, на мой взгляд, в компании по направлению Мальдивские острова. Это три курорта Анантара, Анантара-Дигу, Анантара-Вели, Анантара-Кихава, также курорт Нияма, Private Islands и курорт на Ладу, Private Islands. Замечательные пять курортов, очень любимые на рынке, и надеюсь, что вы в этом со мной согласитесь. Сегодня мы как раз с вами еще раз обсуждаем Нияма, Private Islands, что же это такое за продукт, что нового и что интересного. Курорт Нияма, Private Islands расположен в атолле Даало, это достаточно удобно и близко от международного аэропорта, всего трансфер на гидросамолете составляет 40 минут. Есть альтернативный вид трансфера, мы с ноября начали предоставлять также доместик плюс катер. Почему я говорю, что с ноября, да, ранее он у нас всегда также был как опция, то есть можно было выбрать такой трансфер, но после некоторых наших с вами событий с закрытием, у нас такой опции в октябре не было. С ноября мы опять предоставляем альтернативный вид трансфера, то есть можно добираться к нам либо на гидросамолете 40 минут, либо доместик плюс катер. Доместик плюс катер по времени получается примерно то же самое, но это если чистое время в пути учитывать, да, то есть перелет местными авиалениями около 30 минут и примерно 10 минут на лодке. Но нужно, конечно же, всегда помнить, что так как мы прилетаем в местный аэропорт, это означает, что нам нужно будет дождаться багаж, нам нужно будет также перезагрузиться с вещами в лодку и, в общем-то, также закладывать получается на время такого трансфера некоторое время, да. В то же время, если вы своим гостям рекомендуете, к примеру, доместик на возврате, то нужно учитывать, что так как, опять же, мы вылетаем из местного аэропорта, то в него мы должны прибыть тоже заранее, даже несмотря на то, что это местный аэропорт, как минимум за час до международного, ой, простите, вот этого внутреннего рейса мы уже должны с вами там находиться, чтобы пройти регистрацию, сдать багаж и так далее. Ну и после того, как мы с вами, вот, например, уже прилетели, да, мы с вами только начинаем еще свое путешествие, на моменте прилета прилетели, прошли все таможенные формальности, выходим из стеклянных дверей аэропорта, вас встречает представитель курорта Нияма. Далее мы своих гостей провожаем в терминал для вылетов гидросамолетов, если у них именно такой вид трансфера, а, как правило, это самый популярный вид трансфера, да, и поэтому про него и будем рассказывать. И далее в нашем, вот в этой зоне, где у нас находится этот самый терминал вылетов гидросамолетов у курорта Нияма Правит Айлендс, есть свой собственный бизнес-лаунж. В бизнес-лаунже у нас есть детская комната, есть зона ожидания, да, так называемая гостиная зона, есть кухня, душевые кабины, есть небольшая рабочая зона, где тоже стоят компьютеры, можно немножко кому нужно поработать вдруг, если у кого-то там какие-то технические проблемы, может быть, с почтой или с подключением. Конечно же, в бизнес-лаунже есть сигнал Wi-Fi достаточно хороший и удобный для всех наших гостей, поэтому мы очень-очень комфортно проводим время в ожидании, отправляемся на остров, и что же мы там видим. Даже когда мы будем уже с вами подлетать к острову с высоты птичьего полета, очень хорошо будет виден сам курорт, это большой курорт, который представлен двумя островами с немножко разной концепцией. Два острова, один называется остров Чилл, это тот самый вот большой остров, который вы можете сейчас видеть на слайде, он примерно в длину составляет около километра, то есть тысячу метров, да. И второй остров около 700 метров, он называется остров плей, между собой они соединены мостиком, ну, мы немножко, конечно, округляем и говорим, что в длину суммарно курорт составляет около двух километров, и, наверное, учитывая там какие-то наши джети и прочее, это, в общем-то, очень сильно близко к правде, да. То есть в одну сторону около двух километров, и для гостей это здорово и интересно, прекрасные возможности кататься на велосипедах, замечательные возможности просто делать какие-то прогулки вокруг островов, когда захочется, то есть отличные возможности и много всего интересного. Что касается технически, да, каким образом выглядят наши острова, вы можете посмотреть на данном слайде, на карте, немножко более узкий такой и более длинный это остров Чилл, здесь у нас концепция такая более спокойного отдыха, поэтому он так и называется, это остров Чилл, здесь большое количество разнообразного размещения представлено, в том числе и ветка водных вилл, в том числе и наша замечательная веточка отдельная Крезент, на которой тоже расположены виллы. В то же время на острове Плей по концепции более такой игровой расположено чуть большее количество активностей, в том числе и точка серфинга, и детский клуб, и много всего интересного, что мы с вами обсудим в процессе нашего вебинара. Что касается категории вилл, на курорте Нияма Private Islands у нас достаточно много различного размещения, что тоже очень хорошо. Мы насчитываем суммарно около 10 различных категорий, в том числе начиная от самой маленькой береговой виллы без бассейна, это категория бич-вилла, и заканчивая категорией 3-бедром бич-поу-павилен, это самая большая наша вилла по площади 770 квадратных метров, где можно разместить достаточно большой состав семьи. В каждой нашей вилле, даже начиная с самой маленькой категории, очень просторные спальни, очень просторные большие ванные комнаты. Из интересного для гостей в зоне, где у нас расположен чайный набор, также гости могут найти попкорн-машину, в холодильниках домашнее мороженое в бразильных камерах, бесплатно доступная для наших гостей. Это все мы предоставляем, никаких изменений не было, я уверена, вы хорошо знаете про наши вот такие опции. Начиная уже со следующей категории, это категория бич-пул-вилла, да, то есть они очень похожи на базовую категорию бич-виллу. Здесь у нас просто с вами присоединяется бассейн дополнительно, поэтому площадь виллы, именно наружная площадь виллы, она немножко увеличивается, и уже это не 135 квадратных метров, а 190 за счет того, что присоединяется бассейн. Но внутри и в ванной комнате у нас абсолютно идентичный дизайн и все точно такие же опции, да, возможно и попкорн-машины, и домашнее мороженое, и, конечно же, самые прекрасные виды, которые даже на данном слайде очень-очень хорошо просматриваются. На курорте Нияма Правит Айландс у нас очень комфортно для размещения такого, скажем, состава семьи стандартного, да, может быть, это двое взрослых и двое детей, и иногда, в виде исключения, мы сюда селим гостей с тремя детьми. У нас есть категория фэмили бич-пул-вилла, категория тоже имеет свой собственный бассейн, 255 квадратных метров, и здесь у нас есть дополнительная комната. Технически эта вилла имеет одну спальню и одну гостиную, но мы все же эту гостиную зону, так как она отделяется межкомнатной дверью от спальни, мы ее часто предлагаем гостям использовать как дополнительную спальню, что очень удобно. На данном слайде вот как раз вы можете увидеть, да, что из каждой комнаты у нас есть выход на собственную террасу, бассейн, конечно же, очень красивый, достаточно большой, тоже доступен для наших гостей. В гостиной зоне, которую мы используем как дополнительную спальню, есть просторный диван, который раскладывается, также есть возможность ставить сюда дополнительные кровати, что, в общем-то, дает большие возможности для наших гостей, если они едут большим составом семьи. На воде у нас тоже есть категория базовая. Это водная вилла с бассейном, Water Pool Villa и категория Deluxe Water Pool Villa. Между собой они принципиально мало чем отличаются. Внутри у них очень такой красивый дизайн, ближе к морскому такому стилю, это бирюзовый текстиль, подушечки, да, в интерьере вы можете увидеть немножко другие, на береговых виллах у нас они более такие яркие, это красный цвет исполнения, да. Также здесь у нас все тоже присутствует, и попкорн-машины, и мороженое, и прочее. Все абсолютно принципиальное различие только в том, что в категории Deluxe Water Pool Villa в бассейне у нас дополнительно добавляется джакузи. В обычных категориях Water Pool Villa джакузи у нас не представлены в бассейнах, а здесь они у нас дополнительно добавляются. Что касается вообще такого дизайна на водных виллах, то ванные комнаты здесь тоже у нас немножко другие, они тоже очень светлые, это белый такой дизайн, да, они очень светлые, стильные и очень красивые, но немножко по-другому выполнены, да, то есть из ванной комнаты вы также можете выйти на террасу к бассейну, здесь немножко по-другому все обустроено, но тоже очень комфортно, очень красиво для всех любителей проживания на воде, это одни из самых комфортнейших вилл в нашем замечательном отеле. Категория One Bedroom Beach Pool Pavilion, таких категорий у нас всего три, они большие по площади, 400 квадратных метров, и здесь уже больше по площади и сами бассейны, и внутреннее убранство, здесь у нас дополнительно появляется еще гостиная зона, очень просторная, с диваном, с фронтальным выходом сразу к бассейну, вы можете увидеть также, что из окошка, точнее, да, ну, правильно сказать, уже из дверей стеклянных на выходе из виллы открывается великолепный вид на пляж. Сразу вы можете также понять, каким образом, как близко можно дойти до пляжа. Сегодня у меня был интересный звонок, и меня агент спросила, что где-то она вычитала в интернете, что береговые виллы на курорте «Не я вам правит, Айландс», находятся далеко от воды. Сразу хочу развеять этот миф. Наши виллы все стоят именно вдоль береговой линии. У нас очень широкая пляжная полоса на острове Чилл, поэтому говорить о том, что они где-то далеко стоят не совсем корректно. Они стоят именно в той правильной доступности до пляжа, которая разрешена по всем мерам безопасности. Но они стоят очень близко к воде, и даже вот вы можете увидеть, что очень хорошо видно и пляж, и прекрасно видно замечательный наш океан. В фэмили виллу, в категории фэмили виллу у нас максимальное размещение 2 плюс 2, поэтому второй ребенок будет бесплатный по максимальному размещению. Если третьего ребенка добавляем, то за третьего ребенка мы берем отдельно доплату. Но зависит тоже от возраста. Иногда бывает, что, ну, к примеру, добавляют инфанта, да, тут мы с вами можем обсуждать варианты, скажем так. Категория «Тубэтрум Вичпоупа Вилен», она у нас вообще одна. 635 квадратных метров. Она очень-очень красиво стоит. Это практически уединенная такая часть. Вы можете увидеть, что это часть острова Чилл. Вы можете увидеть, что с обратной стороны видно небольшую нашу веточку водных вилл, так называемую «Крезент», то есть полумесяц, где у нас расположено именно 5 вилл водных. И вот эта категория «Тубэтрум Вичпоупа Вилен», я бы рекомендовала вам ее очень сильно заранее бронировать, если у ваших гостей есть интерес, так как она у нас всего одна. Сейчас какое-то сумасшествие творится. Я подтверждаю слова Татьяны о том, что большой спрос, очень высокий спрос, большой интерес к курорту, огромные интересы. Я со своей стороны и наша команда, мы все вам очень благодарны за это, за то, что вы нас поддерживаете. Но вот именно данные категории все-таки лучше бронировать заранее. Что касается вообще в целом такой категории, понятно, что здесь есть две спальни, здесь есть большая гостиная зона, большой бассейн и, в общем-то, все возможности для комфортного размещения большой семьей. Так, что вам еще рассказать? «Тубэдрум Оушен Пул Павильен» – это категория, которая у нас расположена на воде. Она очень похожа по своему стилю как категория «Тубэдрум Бич Пул Павильен», только это водная категория. Ну и, соответственно, здесь у нас, помимо выхода на пляж, у нас есть комфортный выход к воде, то есть спуск в воду. Что еще? Вот такая большая просторная гостиная, которую вы можете увидеть, и мы с вами расходимся в разные стороны, получается, для того, чтобы добраться до спален. У нас также здесь очень красивый светлый дизайн, бассейн, так как вилла на воде, да, помните, что у нас здесь бирюзовое такое оформление в дизайне. И, конечно же, ванные комнаты очень просторные, очень светлые и великолепное купание. Каждая вилла на воде у нас уже имеет бассейн. Только одна категория у нас не имеет бассейна – это «Бич Вилла». «Тубэдрум Павильон» тоже вот наш, можно сказать, один из самых редких вообще категорий, редкой категории, которая есть в наличии, так как он всего лишь один. Он стоит в очень красивой лагуне, вы можете увидеть, да, сейчас по фотографии, что он прекрасно расположен в окружении пышной зелени. Здесь, соответственно, три спальни, гостиная зона, великолепный большой бассейн, фронтальный выход к пляжу, великолепный вид на океан, все-все возможности замечательного отдыха. Что касается гарантированного размещения, все зависит, во-первых, от категории виллы, которого выбирается, потому что на острове Плей представлены не все категории, которые у нас есть. Если мы с вами прописываем заранее в комментариях, что ваши клиенты хотят разместиться именно на острове Чилл, то мы со своей стороны поставим максимальный strong request для нашего фронт-офиса, чтобы ваши гости были размещены именно там. Но, как всегда, да, то есть никого никогда не стараюсь там в чем-то, ну, даже это не обмануть, но что-то прогарантировать и что-либо прообещать, да, когда это невозможно. То есть прямо 100% мы, конечно, не даем гарантии, потому что гости заезжают к нам ежедневно, и, конечно, все зависит от наличия, но мы максимально всегда рассматриваем все варианты, как нашим гостям необходимо разместиться. Вот хороший вопрос задает Мария, как организовано перемещение между двумя островами. Тоже важный момент, пока мы с вами не ушли еще из раздела размещения, я хотела бы сказать так. У нас для каждой виллы представлен персональный помощник, так называемый Такуру. На курорте Нияма Правит Айлендс именно батлеры, они называются Такуру. Они есть у каждой виллы. Также у каждой виллы у нас представлены велосипеды. Велосипеды предоставляются тоже бесплатно. Поэтому на велосипедах наши гости могут перемещаться. Это все абсолютно легко, очень быстро. Между островами есть мостик, как я сказала в самом начале. Поэтому, в принципе, достаточно легко передвигаться, комфортно и очень удобно. Ну, что касается размещения, в целом, мне кажется, да, я такую основную информацию предоставила. Если у вас есть вопросы по базовым категориям, пожалуйста, задавайте. Вот также хотела бы еще вкратце рассказать, что же такое та самая веточка, тот самый полумесяц, о котором я упомянула, под названием Crescent. Негласно мы также считаем его в целом отдельной, даже в какой-то степени категории виллы, так как у нас здесь есть возможность абсолютно целиком выкупить вот эту ветку водных вилл, точнее, правильнее сказать, арендовать, если у вас едет, допустим, какой-то большой состав семьи, который готов выкупить две Deluxe Water Pool виллы, два One Bedroom Water Pool павильона и один Two Bedroom Ocean Pool павильон. Если у вас вот такая вот большая аренда, мы абсолютно с радостью для вас подтвердим сразу целиком вот такую вот группу для размещения. А в таком случае мы немножечко делаем также закрытие пляжа вот с этой стороны, да, и у гостей получается прям совсем приватное пространство, то есть они очень близко находятся, они могут сюда доехать на велосипеде, могут дойти, это очень быстро и комфортно, могут купаться из своих вилл, это полная приватность, здесь очень здорово находиться. Эти виллы между собой никаким образом внутри не соединены, это пять отдельных вилл, но тем не менее в наших контрактах у наших партнеров отдельным словом Crescent называется вот такое вот размещение для аренды пяти вилл сразу. Поэтому если вы увидите, то, пожалуйста, имейте в виду, что это данное конкретное размещение. Ну, давайте так с вами тоже поговорим про наши рестораны и бары, каким образом сейчас у нас построено питание на курорте Нияма Private Islands. Вы знаете, что в связи с некоторыми ограничениями, которые мы были вынуждены также на курорте применить, у нас в целом немножко поменялась политика по питанию, но пока мы рады сообщить о том, что наши рестораны и бары функционируют. Мы не предоставляем на завтраки шведские столы, мы не предоставляем шведские столы ни на обеды и ни на ужины, ни на какой тип питания мы их не предоставляем в настоящий момент. Завтраки у нас происходят в ресторане Epicure, который представлен сейчас перед вами, но на фото. Завтраки происходят таким образом. Мы приносим меню, и из этого меню наши гости могут выбрать абсолютно любое блюдо, то есть такой на завтрак у них будет свой небольшой шведский стол, скажем так. Без ограничений, да, то есть вот все, что они захотели, они могут себе на завтрак заказать. На ужин, если мы говорим про питание Хабборд, ужин тоже происходит в ресторане Epicure, но это тот вариант, да, когда мы с вами обсуждаем полупансион, который входит там в наше специальное предложение. Но на ужин это уже будет ресет-корс-меню, то есть меню, которое состоит из ограниченного выбора блюд. Это будет всего лишь одно горячее блюдо, надо начинать не так, да, одна закуска, одно горячее блюдо и один десерт. То есть это будет ограниченный вариант питания. Мы это не скрываем, эту информацию рассылаем нашим партнерам. Что касается обедов. Обеды, если у клиентов фуллборд, то они могут прийти и так же, как на завтрак, по меню что-то себе выбрать. Но в меню будут специальные пометки, там, к примеру, шапочкой шеф-повара будет обозначено что-то, что не входит в ланч, потому что, ну, к примеру, там какие-то весовые лобстеры или еще что-то такое мы, к сожалению, не можем ни в обед, ни в ужин, и тем более, конечно, в завтрак включить. Это за дополнительную плату. Пока в настоящий момент у нас не работает ресторан «Блу», но мы планируем увеличиться и открыть его вот сейчас, к Новому году. Пока ожидаем, что у нас будет, но ресторан «Блу» временно пока у нас не функционирует. То есть, опять же, раньше у нас обеды были, это ресторан «Блу». Важный момент, что сейчас мы на обеды все-таки с вами проходим ресторан «Эпикюр». Есть некоторые наши рестораны а-ля «Карт», в том числе это наш подводный ресторан, который является единственным подводным ночным клубом на Мальдейских островах, называется он «Сапсикс». Это ресторан в любом случае а-ля «Карт», он никогда не входит у нас ни в полупансион, ни в фулборд, но «Сапсикс» предоставляет гостям кредитную линию. Это 50 долларов на человека в сутки. То есть, можно воспользоваться кредитной линией, если вам захотелось поужинать, к примеру, в ресторане «Сапсикс». Данный подводный ресторан, как я уже сказала, он несколько раз в неделю работает у нас как ночной клуб. Здесь мы проводим различные интереснейшие мероприятия. Есть диджей, есть барная стойка. Здесь, конечно, всегда очень красиво, стильно и интересно находиться всем нашим гостям. Помимо ужинов, также «Сапсикс» предлагает очень красивые завтраки. Мы сюда приглашаем гостей. Завтраки не входят в питание полупансион, конкретно в ресторане «Сапсикс». То есть, сюда можно прийти только за дополнительную плату. Конечно же, насладиться потрясающими видами, которые у нас открываются из «Сапсикс». Это наш коралловый риф, это великолепная подача и, конечно, просто какого-то своего рода цветотерапия, которую вы получаете, находясь именно под водой, может быть, завтракая вкуснейшим кофе на Мальдивских островах. Один из интереснейших ресторанов курорта «Нияма» Private Islands – это ресторан «Трайбл». Единственный латино-африканский ресторан на Мальдивских островах. Здесь у нас не совсем обычная концепция. Привычно для гостей всегда видеть большое количество морепродуктов в меню. Но конкретно «Трайбл» предлагает именно мясную концепцию. То есть, кто соскучился по вкусным стейкам, всех приглашаем именно в ресторан «Трайбл». «Трайбл» также предоставляет кредитную линию для гостей во время ужина в размере 50 долларов на человека. Вот такая вот красивая ресторанная группа у нас стоит прямо в воде. Мы не соединены сейчас с островом никаким понтоном. То есть, эта группа именно в воде. С правой стороны, может быть, если вы увидите в самом нижнем углу такое небольшое пятнышко, как раз это и есть капсула нашего подводного ресторана «Сапсикс». И сюда мы с вами можем доплыть буквально за 2-3 минуты на нашем катере, который мы предоставляем бесплатно для гостей, которые сюда отправляются. Гости могут... У нас всегда здесь по интересной программе, по своей какой-то они живут. Они сначала проходят в ресторан «Эдж», например. Это такой вот белый купол, который вы видите. Потрясающие, конечно, закаты мы здесь с вами встречаем, провожая день бокала Магристова. И далее уже можно проходить в подводный ресторан. Или если мы идем уже в то время, когда он работает как ночной клуб, и далее уже наслаждаемся тоже какими-то интереснейшими активностями от курорта. Ресторан «Эст» — это наш авангардный такой ресторан, который расположен на дереве. Он представлен двумя этажами. На первом этаже у нас есть возможность разместить достаточно большое количество человек. И столики стоят прямо, скажем так, в джунгле, прямо в таких густых зарослях. И на втором этаже, на котором мы с вами поднимаемся по винтовой лестнице, и всегда создается ощущение, что мы прямо буквально по стволу дерева с вами поднимаемся, у нас тоже расположены столики, площадка чуть поменьше, но там очень-очень красиво и романтично тоже можно поужинать или пообедать. Лианы, которые низко нависают прямо вот над вашим столом. Если в вечернее время, то это, конечно же, свечи, полное ощущение романтики, и будто бы вы действительно находитесь просто в центре джунглей, где-то на дереве, и получаете очень-очень вкусную еду. Ну, конечно, на курорте Нияма Private Islands есть не только необычные рестораны, но и, скажем так, такие более приземленные, да, такие как наш вот ресторан Дюнг, к примеру, да, это пляжный ресторан, куда можно отправиться, не соблюдая какой-то специальный дресс-код, да, то есть прямо там в пляжной одежде. У нас есть замечательный кофешоп, который открылся, ну так, сравнительно недавно, около полугода назад, здесь у нас свежая выпечка, вкуснейший кофе, можно создать сэндвич по своему собственному рецепту, здесь мы предоставляем ингредиенты, вы можете самостоятельно создать какое-то супер вкусное творение, только на ваш вкус, можно все это взять с собой, да, то есть на курорте Нияма Private Islands мы так очень-очень лояльны, наши гости очень активные клиенты, ну, зачастую, да, но не обязательно это должно быть именно так, но бывает, что кто-то вот не хочет ждать подачу, там, я не знаю, обеда, да, потому что многие гости, которые выбирают полупансион, они, в принципе, не обедают, но можно перекусить, приехать сюда за свежей выпечкой, за свежим кофе, сесть на велосипед и отправиться дальше по своим делам. Если же вдруг хочется перевести дыхание, вдруг как-то уже активно изучали остров в течение дня, можно остановиться, можно посидеть на террасе нашего кофешопа, который находится немножко с другой стороны, с великолепным видом на океан и, конечно же, с выходом на пляж. На острове Плей у нас, как я уже сказала, есть серфинг и вот такая зона, которая, в общем-то, специально таким каким-то образом обустроена для серфингистов. Здесь у нас есть бар, который называется «Сёрф Шек». У нас всегда играет какая-то очень нетипичная немальдивская музыка, больше даже похожая каким-то, мне кажется, стилем на Ямайку. Подаются вкуснейшие коктейли, очень интересная подача. Здесь же также у нас находятся вот такие красивые качельки. Гости сюда часто приходят насладиться музыкой, коктейлями, атмосферой, посмотреть закат, когда вот мы, например, также на качельках здесь находимся. И, конечно, из этой зоны тут и диванчики такие небольшие стоят. Очень хорошо можно наблюдать за серфингистами. Если у нас какое-то соревнование проходит или, может быть, просто они вот выплывают, то это всегда здорово, здесь очень атмосферно. Сюда любят приходить не только взрослые гости, но и дети. Очень дружелюбно, очень интересно и очень необычно. Также у нас есть в этой же зоне небольшой такой красный автобус. Он называется Food Truck. Здесь мы подаем изысканный фастфуд. Это всегда что-то необычное. Это какие-то изысканные бургеры, картошка фри прямо вот из грузовика. То есть подача тоже необычная, интересная. Такая очень в стиле курорта Нияма, Private Island. Очень все такое, знаете, нестандартное. Единственный, мне кажется, такой более-менее классический вариант – это наш бар «Фаренгейт», который находится на втором этаже над рестораном «Эпикюр». Вот это, пожалуй, такое самое классическое место, на мой взгляд, на курорте. А так, в целом, очень необычный курорт, очень интересный. Конечно же, мы предлагаем различные дизайнерские ужины для наших клиентов. Так как очень много красивых локаций, то мы можем предложить самые интереснейшие места. Сегодня мой коллега Натан делал нам как раз включение из спа-центра. Может быть, так долго я не буду останавливаться, но хочу проговорить основные моменты. Спа-центр – это интересное место для нашего курорта. Мы предлагаем здесь наши кабинеты не только на сваях над водой для наших гостей, но и также прямо посреди джунглей. То есть есть на выбор кабинеты в джунглях, есть кабинеты для процедур на сваях над водой. Кому что интересно, в наш спа-центр можно зайти, увидеть там даже некоторые бесплатные возможности для себя. В том числе, конечно, там есть небольшие открытые бассейны, там есть джакузи, сауна. Это мы предоставляем для гостей. Ну вот джакузи, бассейны, да, можно пользоваться этим бесплатно. Кабинеты и процедуры, которые там делаются, конечно же, по меню нашего спа-центра. По поводу серфинга хочу тоже с вами проговорить. Курорт Нияма Правит Айландс – это единственный курорт на Мальдивах, где точка прибоя выходит прямо на остров. Это означает, что у нас с вами вот та самая зона, где находится бар, это вот та самая зона, куда мы заходим прямо в воду вместе с доской и выплываем на волну. То есть мы никуда не едем, не плывем для того, чтобы нам поймать волну. У нас как раз сам прибой, да, вот эта, то есть волна, она, в принципе, разбивается до берега, но мы в нее попадаем именно никуда не выплывая. Это означает, что у нас своя собственная волна очень близко от берега. Но для тех гостей, которые проживают, опять же, на острове Плейн, это отдельная зона, где мы не ставим какое-либо размещение. Единственное, что есть, конечно, некоторые категории вилл, которые каким-то образом близко расположены к данной точке, да, но, как правило, наш с вами рынок туда не селит. Если вдруг какие-то там только очень суперсложные ситуации, когда очень все забито на курорте, но или вдруг, например, я не знаю, это очень редко происходит, да, мы стараемся всегда по нашим гостям писать, что просим поселить с хорошим пляжем. Бывает, что иногда гости сами просятся, потому что они не хотят ходить далеко. Это бывает, ну, как правило, взрослые гости без детей, которым просто принципиально важно находиться рядом с серфингом и выплывать вот в то время, когда они захотят. Поэтому мы в основном оставляем это размещение для профессионалов, для тех, кто любит заниматься серфингом, кто хочет рядом с ним жить, быть и так далее. Ну, что касается волны, да, тоже у меня есть такой вопрос, он просто каждый день звучит. Хочу сказать так, вообще сезон длится с апреля по октябрь, но я проверяла буквально сегодня утром с курортом, какая ситуация. У нас великолепная волна сейчас, у нас есть сейчас гости, которые занимаются серфингом, и понятие, ну, как таковое присутствие или отсутствие волны, пока у нас немножко сместилось. То есть и ноябрь у нас сейчас, целый ноябрь была волна, и в декабре по прогнозам нашей команды тоже она есть. То есть она от нас не уходит, мы не просто предлагаем уроки серфинга, да, но и для профессионалов она тоже доступна. Не совсем круглый год, мне кажется, что все же она, в какой-то период она бывает меньше, в какой-то период она больше, но вот сейчас прямо прекрасная великолепная волна, и ноябрь, декабрь, по прогнозам, тоже будет все великолепно. Попробую показать видео, ну, нет, не покажу, извините, оно просто сделано внутри презентации. Давайте тогда сразу перейду к видеоматериалу, который у меня есть по серфингу отдельно. Если вы не возражаете, то я сразу включу вам видео, и мы с вами посмотрим, что такое серфинг на курорте Нияма Брави Тайландс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, простите, пожалуйста, сейчас вернусь к презентации. Ну, в целом, мне кажется, очень хорошее видео, очень такое атмосферное, где хорошо видно, да, что у нас на курорте интересно, необычно и, в общем-то, здорово и весело находиться. Что касается детского клуба, да, тоже давайте с вами поговорим. Детский клуб – один из, действительно, самых больших детских клубов на Мальдивских островах, поэтому мы позиционируем курорт Нияма Брави Тайландс как курорт семейный, но в том числе, видите, у нас есть все-таки некие концепции разных островов, да, поэтому, в принципе, даже гости и без детей в том числе комфортно себя у нас ощущают. Что касается нашего детского клуба, он называется Explorers, то есть исследователи. Мы делим наших замечательных маленьких VIP-гостей на четыре возрастные группы от одного года и до 12 лет. Детский клуб расположен у нас глубоко в лесу, прямо, скажем так, в центре джунглей на острове Плей. Прекрасный детский клуб, великолепные программы для детей, веселые игры ежедневные. Мы также предлагаем им и сафари, и круизы к дельфинам. Мы исследуем дикую природу и многое-многое другое. Здесь у нас есть и батуты, и скалодромы, и такая небольшая площадочка Splash Pad. Она прорезиненная, и из нее так бьют фонтанчики, чтобы, если вдруг жарко, дети могли освежиться. У нас нет бассейна, поэтому у нас как раз есть такая возможность именно с фонтанчиками. То есть в игровой форме мы все равно можем освежиться. Именно я имею в виду бассейны в детском клубе. То есть есть общественные большие бассейны, но детский клуб не предлагает отдельный бассейн для детей. Тем не менее у нас есть сцена, на которой мы выступаем, проводим различные соревнования, участвуем в каких-то интереснейших конкурсах, в том числе конкурсы и караоке могут быть. У нас есть несколько помещений, где можно рисовать, лепить, красить. И мы делим как раз детей на несколько возрастных групп, чтобы всем было интересно. Есть, конечно же, отдельная зона, где мы проводим кулинарные мастер-классы для детей и так далее. Ну вот что касается каких-то ограничений в нынешний наш с вами период, мы просим все-таки гостей записываться в детский клуб заранее. Заранее это не означает за полчаса до того, как мы с вами придем. Можно сделать запись хотя бы за день. То есть вот сегодня вы можете записаться на завтра, потому что все же количество детей в детском клубе сейчас несколько ограничено, и мы каким-то образом стараемся их всех принять. Чтобы всем было весело, здорово, интересно. Количество нянь, если вдруг кому-то требуется, тоже пока несколько ограничено, и в любом случае нет такой возможности, чтобы у каждого ребенка была своя няня в любой период. Вы это понимаете, что это небольшой, в общем-то, остров в Индийском океане, поэтому для гостей сейчас тоже важно эту информацию доносить. То есть мы записываемся с вами заранее и помним о том, что по нынешним, да и вообще в целом, да, это всегда было на курорте Ньяма Прави Тайландс, всегда в обеденное время, когда у нас есть некоторый перерыв, примерно на час у нас проходит дезинфекция детского клуба, чтобы все наши маленькие гости абсолютно безопасно и комфортно себя ощущали в детском клубе. Конечно же, на курорте Ньяма Прави Тайландс мы проводим различные мероприятия, в том числе незабываемые свадьбы. Для взрослых гостей у нас есть кулинарные мастер-классы, есть у нас скрытый кинотеатр, есть зона открытого кинотеатра, тоже можно здесь какое-то мероприятие интересное сделать. Большое количество настольных игр, в том числе и различные есть приставки и прочее, прочее. Конечно, очень комфортный тренажерный зал и великолепные скидки от нашего курорта. В течение вообще года у нас всегда действуют великолепные специальные предложения. На данном слайде я делюсь с вами своими контактами, и я еще к нему вернусь. В заключение я хотела бы вам показать еще все-таки видео о курорте Ньяма Прави Тайландс. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, тоже задавайте. Пока идет видео, я постараюсь на все вопросы вам ответить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие коллеги, ну вот, собственно, моя презентация подошла к концу. Что касается наличия, что касается наличия на Новый год, про категорию с двумя спальнями, ну, скажем так, все зависит от дат. Конечно же, наверное, и Татьяна подтвердит мои слова, наше сейчас общее понимание ситуации, это все сложно, да, но зависит от дат. Мы смотрим, мы смотрим, мы стараемся, возможно, что-то освобождается, иногда снимаются опции, иногда кто-то что-то держит, потом являются. Поэтому, пожалуйста, всегда отправляйте запросы в любом случае. Что касается вот этих нынешних, да, конечно же, реалий о возможности, что вот тесты могут дать там какой-то положительный результат, то, конечно, сложно именно с, скажем так, просто возвратом денежных средств, да. Но мы со своей стороны, как отель, достаточно лояльно, мы даем возможность перенести даты тура. Не нужно только вот единственное, что путать. У меня некоторые клиенты говорят, что давайте до 2023 будем переносить и так далее. В течение года, да, скажем так, если не успели заехать в 2020, в течение 2021, но есть там некоторые периоды, когда цена может быть выше, чем клиенты заплатили. В таких случаях, допустим, они хотят, хотели бы заехать в ноябре, но следующий перенос у них, допустим, на новогодний период, да, не совсем равноценно. Тут, конечно, будет доплата, но если периоды более-менее совпадают по ценовой политике, конечно, без доплат мы принимаем. Вообще, очень лояльный курорт, и я хочу сказать, что особенно вам повезло с вашим DMC-партнером, у которого вы сегодня находитесь на вебинаре, один из действительно сильнейших наших партнеров. Они все знают и всегда предоставляют вам самую актуальную информацию. Сашенька, спасибо большое за теплые слова, за замечательную презентацию. На самом деле, я обожаю Нияму, это один из моих самых любимых курортов на Мальдивах, я сама в нем останавливалась несколько раз, и мне кажется, то, что у вас есть два острова, да, то есть это открывает такие невероятные возможности для любого вида отдыха, то есть есть чем себя занять, и 7 дней, мне кажется, это очень мало для такого курорта, то есть ты все даже не следуешь за эти 7 дней. Вот, все, что курор только может предложить, да? Да, совершенно верно. Ну что ж, дорогие коллеги и партнеры, вот наконец-то мы подошли к тому волнующему моменту, когда мы будем разыгрывать две ночи проживания в Нияме. Я покажу, сброшу в чат ссылочку, по которой вам будет сейчас необходимо перейти и зарегистрироваться на викторину. Так вот, хочется для тех, кто первый раз сегодня участвует в нашем вебинаре, хочется немножечко рассказать, как происходит у нас розыгрыш, да, это викторина, она начинается одновременно и заканчивается одновременно. То есть сейчас вам необходимо будет перейти по ссылке и зарегистрироваться, только, пожалуйста, регистрируйтесь не через Одноклассники, не через Фейсбук, потому что там у каждого какие-то необычные есть никнеймы, да, вот, и будет сложно определить победителя. Регистрируйтесь чуть ниже, если вы пролистаете, есть никнейм, и вот туда введите, пожалуйста, ваше имя, фамилию и название компании, чтобы когда у вас была возможность, скажем так, ответить и выиграть, да, мы могли четко видеть, собственно, кто победитель. То есть проходите сейчас по ссылке, попадаете на эту страничку и вводите свой никнейм, это ваше имя, фамилия и название компании. Вот, не регистрируйтесь, пожалуйста, через соцсети, еще раз повторюсь. Для регистрации мы вас ждем 5 минут, то есть вот сейчас у нас 4 минуты, то есть где-то в 2.09, да, через 5 минуточек мы будем начинать. Пожалуйста, регистрируйтесь, и если вдруг какие-то сложности, вы пишите в чате, мы всех подождем. Мы не можем, скажем так, начинать саму игру, да, саму викторину, пока все не зарегистрируются, потому что она начинается, как я уже говорила, одновременно и заканчивается одновременно. Ну что ж, я желаю вам удачи. Вижу, уже зарегистрировалось 13 активных пользователей. Я вас жду. 10 вопросов будет в викторине, на самом деле они совсем не сложные. Кто слушал внимательно, абсолютно не составит труда ответить. Так что ожидаем еще 4 минутки, и можете, будем начинать. Да, со своей стороны еще раз хотелось бы проговорить по поводу задержки с ответами. Правда, на данный момент мы очень стараемся. У нас сейчас работает 8 бронистов, включая, скажем так, нашего директора по продукту Хамза, да, который должен был заниматься онлайн программой. Вместо этого мы его тоже запустили, скажем так, в работу с резервацией, потому что действительно наплыв, шквал заявок просто невероятный. И я просто со своей стороны, со стороны Интур Мальдивс, хотела бы вас попросить, да, чтобы когда вы отправляете заявку, чтобы она была максимально четкая, чтобы вы знали, какой бюджет у туристов, это просто ускорит, скажем так, ответ на ваш запрос, да, чтобы это не было 5-6 отелей, и непонятно вообще, что гости хотят, и непонятно, какой бюджет. Понятно, что когда агент вам просчитает эти 6 отелей, они могут даже не подойти туристу, и это на самом деле потеря времени и для нас, и для вас, да. А в это время у нас идут, помимо заявок, как я уже сказала, бронирование, какие-то экстренные last-minute отмены из-за ковида, которым нужно тоже уделить внимание. То есть даже вот сейчас мы обсуждали с Алифераком, пока была презентация, да, то есть у нас будет встреча после вебинара, и мы обсудим, что можно сделать, как можно изменить стратегию, чтобы ускорить сейчас ответы на ваши запросы. Но команда бронирования очень вас просит отправлять четкие запросы, то есть чтобы это было 3 отеля максимум, чтобы вы понимали, что хотят клиенты, что им важен, риф, пляж, семейный отель, да, и какой бюджет, потому что от бюджета зависит, скажем так, какие опции мы можем предложить. Потому что приходят иногда заявки 7 отелей, там, где в одном запросе one and only и в одном запросе Sun Island. Ну, 7 отелей, одна заявка, только от одного агента, а у нас таких 50-70 на одного человека. Поэтому, пожалуйста, будьте очень лаконичны в своих запросах и четки, чтобы они были. Три отеля в рамках бюджета клиента, и тогда на ваш запрос ответят очень быстро. Вот. Спасибо большое заранее за понимание. Вот. И, как я уже сказала, сегодня тоже у нас будет еще митинг с нашей командой. Вот. И мы обсудим, что можно сделать, чтобы ускорить ответы, пока не будет запущена наша онлайн-система. Окей, Ирина, я вас услышала. Спасибо, пожалуйста, за ваше замечание. То есть мы этот момент тоже обсудим, да. Вот. И вопросы по наличию. Это, опять же, сейчас такая ситуация, что наличие меняется очень быстро. То есть мы проверяем наличие, допустим, сейчас, а через 15-10 минут его может быть просто и не быть уже. Почему? Объясняю. Потому что отели, как сказала Александра со своей стороны, они тоже очень загружены. То есть там в резервации тоже работает 3-4 человека. И иногда шквал заявок, который у них присутствует, это может быть от 20 до 30 заявок в день, да, на бронировки там и на все остальное. И поэтому даже заявка на бронирование, если вы не запрашивали, например, опцию, да, вы проверили наличие, прислали бронировку, то на момент, когда вы прислали бронировку, номера уже может и не быть. Потому что эта заявка на бронирование, когда вы отправляете, она в очереди, там, 20-е, да, на бронирование непосредственно. И, соответственно, когда эта очередь дойдет до определенной бронировки, то есть номеров тоже может не оказаться. То есть, ну, такова сейчас ситуация на Мальдивах. Это сейчас топовое направление, очень много заявок и все бизи, абсолютно. То есть у нас были ситуации, когда нам некоторые курорты на бронирование отвечали 3 дня. То есть это не потому, что Интурмальдис вам не хочет подтвердить эту заявку, а это потому, что мы ждем подтверждения этой заявки от курорта. И пока мы от курорта ее не получим, мы вам со своей стороны ее подтвердить не можем, понимаете? Потому что, опять же, ситуация с наличием, она меняется. Поэтому сейчас мы все работаем, скажем так, немножечко такой стрессовой ситуации, да, в стрессовом environment таком вот, да, из-за того, что с этим ковидом все меняется в последний момент. Вот, и тоже очень много заявок и, скажем так, отмен, которые тоже last minute, и которым тоже нужно уделить внимание как priority, потому что заезд может быть завтра и послезавтра. И любой из нас может оказаться тоже в данной ситуации. Вот, хорошо. Ну что ж, я думаю, что все, кто хотел, уже зарегистрировались. Я вижу, 22 человека зарегистрировались на викторину, коллеги. Тогда я запускаю игру. Всем вам желаю удачи и очень надеюсь, что мы будем встречать кого-то из вас очень скоро на Мальдивах. Игра запущена. Нияма действительно очень такой, очень классный курорт. Поэтому, если появится у вас возможность отдохнуть и увидеть, кто не видел, это было бы замечательно. Он тоже один из самых популярных в странах СНГ. Как всегда, очень активная битва. Так. Продолжение следует... 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 мероприятия. Спасибо большое, Татьяна. Это очень взаимно. Я благодарю за приглашение. Всегда с радостью принимаем участие в вебинарах с компанией Intermoldix. Очень ценим, очень любим. И вот так пока виртуально обнимаем и благодарим за такое плодотворное сотрудничество. Спасибо большое, Татьяна. Да, и вам тоже спасибо. Коллеги, как я уже сказала, ссылку на вебинар на нашем YouTube-канале. Я вам обязательно пришлю, то есть не переживайте, доступ у вас будет. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся и увидимся на следующих вебинарах. Хорошего вам дня. Берегите себя. До свидания.